мы работаем для вас поддержи наш проект не забудь поставить лайк этому видео подписаться на канал и включить уведомления после того как президент франции эммануэль макрон объявил 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян и выразил надежду что закон о криминализации отрицания геноцида армян вернется в парламент страны французско-турецкие отношения вступили в фазу очередного кризиса официальная турецкая версия событий 1915 года хорошо известно геноцида армян не было а то что происходило характеризуется как защита своего населения и надо признать у анкары есть на то свои вполне аргументированные основания и вот какие во время первой мировой войны в восточной анатолии наряду с южным кавказом развернулся кавказский фронт восточного театра военных действий военные действия в восточной анатолии начались в ноябре 1914 года угроза нависшая над османской армией на северо-восточной границе империи усугублялась внутренними проблемами армянским сепаратизмом который активизировался еще до начала военных действий армянская молодежь восточной анатолии как и мусульманская подлежала призыву в армию сначала против этого восстали армяне зейтуна 22 апреля 1914 года губернатор сиваса телеграфировал что 30 тысяч человек из армян вооружено 15 тысяч перешли в русскую армию 27 апреля более тысячи дезертиров были задержаны в диар-бакэре и в других местах к анатолийским армянам присоединялись соплеменники из российской империи в основном с агитированной партией дашнак цутюн по турецким оценкам только в провинции сивас насчитывалось 30 тысяч армянских боевиков примерно 8 тысяч армян из муша вана и битлиса прошли обучение в зарубежных лагерях находившихся в одном лишь городе кагазмане карская область российской империи другие 6 тысяч в игдыре риванская губерния российской империи по разным подсчетам в составе русской армии воевала более 100 тысяч боевиков из анатолийских и других армян даже согласно оценкам видного армянского исследователя лалаяна в период в так называемой дашнакской армении 1918-20 годы было убито или изгнано из родных мест 77 процентов тюркского населения 98 процентов курдского населения и 40 процентов езидов а что расскажет нам об этом наш гость журналист фуад абасов фуада саламу алейкум алейкум салам вы вот достаточно давно я знаю исследуйте данную проблему вот что согласно турецким или может быть даже российским архивом если вы имеете к ним доступ происходило в 1915 году в восточных территориях османской империи я сравнительно недавно этим занимаюсь есть огромное количество людей которые давно этим делом занимаются они провели исследование как в российских архивах также как и турецких архивов по большому счету архивы турецкий и российский сообщает об одном и том же еще уже не сообщает вот есть множество разных исследований о том что сообщает российские турецкие архивы но это так или иначе связано или с турцией или с азербайджаном или с армении то есть исследует стороны конфликта но есть такие исследователи которых признала международное сообщество которое не я относится ни к армянам не к азербайджанцам не к туркам с нейтральные нейтральные да я вот с собой взял книги гюнтера леви который называется армянский вопрос в османской империи мифы и реальность и вторая книга тюрки турки и арма армяне это эдварда эриксона обе книги изданы в россии на русском языке кстати на презентацию этой книги было огромное количество протестов провокации даже запретили за два часа до презентации книги которым прилетел сам эдвард эриксон на подпись своей книги запретили и презентации мы не смогли провести так как мы хотели все это показывает о том что факты которые тут написано кого-то очень сильно раздражает то есть детальное исследование американские историки военные историки провели и написали своих книгах что касается архивов конечно много чего там написано и тот факт что одна из сторон не хочет открытия архивов и всячески препятствует исследование архивов со всех сторон конфликта это показатель того что в архивах и российских и турецких существует факта отрицания геноцида так называемого геноцида армян а вот само положение армян каково было в османской империи мы живет помним что были даже депутата от той же дашнах сутун до в парламенте они заседали там и было все нормально и были армяне которые достаточно активно себя проявляли на протяжении долгой истории османской империи до совершенно правильно заметили если перевести на русский язык армяне считали считались в османской империи доверенным народом то есть не только депутаты множество разных министров значит послов разных странах значит было огромное количество военных генералов которых которые относились так или иначе к армянскому народу может быть у них родственниками были тюрки но так или иначе они были как бы до армянами огромное количество возможностей как в общественном как также как и экономическом плане было у армянского населения турции этим очень хорошо воспользовались те силы которые хотели тогда разрушение османской империи и внутри страны они используя вот эти связи как депутатов как министров также как и послов и в том числе военных решили изнутри османской империи воздействовать на империю для того чтобы разрушить эту империю то есть была задача осуществить госпереворот получается или же то чтобы госпереворот была задача разрушить османскую империю и никто и никто иной как армянский народ для этого был самым подходящим моментом вот для этого и о них воспользовались им но учитывайте что как вы заметили несколько столетий армяне и тюрки жили в османской империи и никогда не у армянской стороны к тюркам нету турков к османам армянам но османам правильно и говорит то что тогда не было так такого понятия как турки были осман у них друг друга не было претензий несколько столетий и вдруг появляется проблема и даже самому неопытному человеку понятно что эта проблема не вода не может возникнуть внутри страны это возникло в результате внешнего воздействия вот в продолжение этой темы вот какую роль во всех этих событиях сыграл петроград с его заигрываниями с идеей создания независимой армении на территории османской империи конечно же не без участия российской империи потому что всем понятно что российская империя была заинтересована в том чтобы ослабить османскую империю изнутри и сама вот это понятие как геноцид армян это появилась после того как османская империя руководство османской империи решила бороться против восстания внутри своего государства против самого же государства а это было как раз таки спровоцировано со стороны российской империи которые так или иначе были заинтересованы в ослаблении османской империи руками скажем так братьев по вере да никто другой как армяне им не подходили они могли бы использовать разные другие народности которые находились составе османской империи но лояльность и как бы до преданность показали им именно армяне которые находились как раз таки огромное количество и в том числе и на территории российской империи но учитывайте что есть еще и судебный процесс против дашнаксетюн в том же самом петрограде но об этом наверно позже поговорим да а если вот в российских или турецких архивах информация о том о преступлениях которые были совершали армянские повстанцы в отношении не армянского населения потому что можно ли говорить вообще о том что был так называемый геноцид в отношении скажем тюрок там или тех же курдах есть огромное количество фактов я могу привести пример пример примером да что значит могли у нас турецкого исследователя историка доктор исторических наук мехмед перенджек который свое время провел исследование российских архивов и находил письма российских военных высших военных чинов генералов российскому царю о том что происходило 1918 году на территории османской империи по отношению к разным национальностям в том числе и по отношению к курдам то есть основной смысл этих писем заключается в том что партия гончакистов который была создана тогда в османской империи даже не партии давайте назовем их движение гончакистов сами убивая армян в армянских селениях обвиняли в этих убийствах курдов и тюрков и потом в том числе и убывает тюрков и курдов в их селениях обвиняли в этом армян и главная цель в этом было разжигание межнациональной розни внутри османской империи и как показывает история им это удалось то сейчас говорите об обратной стороне медали на и учитывая что эта тема достаточно неоднозначно возникает вполне на мой взгляд резонный вопрос почему западные страны руководители западных стран так активно поддерживать тему армянскую геноцида так называемого армянского геноцида да потому что это очень выгодная тема виднеоднозначного сам это очень выгодная тема для западных стран она возникла тогда когда османская империя было скажем самым слабым положение за всю свою историю и эту тему запустили как бы да не геноцид армян а именно армянскую тему использовать против османской империи сегодня мы видим что разные парламенты в том же самом западной европе и разных штатах соединенных америке признают этот геноцид это не что иное как поддержка терроризма часто турция не такая снесла находится не в слабом положении как бы не вот как раз таки положение турции сейчас и геополитическое положение экономическое расположение и мощь турции дает право этим западным странам и с соединенным штатам использовать армянский вопрос всегда держать этот вопрос актуальности каждые 24 апреля устраивать разные церемонии своих государствах ни в коем случае не дать этому как бы до огоньку угаснуть почему потому что это им очень выгодно не только для турции но и во всем регионе обращайте внимание что карабахский вопрос тоже был тоже возник в результате разжигание межнациональной розни в итоге так называемого геноцида армян и также и в других странах куда армения предъявляет третья реальной претензии тоже есть такой фактор как геноцид армян то есть армения со своим геноцидом и со своим расположением дает право западным государством скажем так мировым державам такой уникальный шанс использовать кавказ турцию в том числе ближний восток как горячую точку своих геополитических моментов сам факт вхождение когда-то тут армении состав исламского халифата да дает повод говорится используя используя на счет тему педалировать да я вот хочу донести свою мысль до конца что сегодня армения показывает лояльность западу и северным штатам и самое большое посольство в мире после багдада находится геруване и мы знаем что у армении есть территориальная претензия к ирану вокруг озера урмия мы знаем что у армении есть территориальная претензия к грузии мы знаем что к турции есть территориальная претензия даже в декларации о северенитете армении существует пункт где есть слово западная армения а это не что иное как территория турции у них есть территориальная претензия к азербайджану и все эти территориальные претензии так или иначе связано с геноцидом армян то есть они себя показывают угнетенным народом они себя показывают как народ который подвергся геноциду и взамен требует своей земли обратно первую очередь против турции что мне показалось вообще странным изучая эту тему на самым активным противником лоббирования вот этой темы армянского геноцида как ни странно выступает на международной арене выступает именно израиль который тоже постоянно любит этот педалировать тему до геноцида евреев почему вот почему именно израиль самый активный противник на международной арене этой темы есть ответ есть конечно ответ есть очень множество разных политических моментов которые позволяет не позволяет а заставляет израиль что турция и израиль скажем находятся в самых близких до дружеских отношений тоже нельзя азербайджан с израилом очень хороших отношениях учитывайте что вот я как турецкий журналист исследователь считаю что любая поддержка геноцида армян в любом уровне это поддержка терроризма потому что транснациональный армянской терроризм она сформирована именно на этом понятие как геноцида армян и израиль это отлично понимает что сегодня поддерживая террористическое движение в результате который появился в результате так называемого геноцида армян завтра может столкнуться с таким же проблемой у себя в государстве и завтра эти же арабы палестинцы могут стать сказать секундочку раз ты так или иначе хочешь признать даже не то что признаешь хочешь признать геноцид так называемый геноцид армян так смотри на свою страну что у нас тут творится она что все мирно спокойно это не только израиль все страны которые понимают реальность суть вопроса в армянском геноциды они это не принимает потому что это будет признанием всех возможных разных геноцидов тех же странах которые происходили если вы создаете прецедент по отношению к армянскому геноциду так давайте создадим прецедент по отношению к другим разным национальностям начиная от индейцев в америке заканчивая до черкесов в российской империи я хочу заметить одну маленькую деталь что тот человек который в германии провоции не провоцировала инициировал даже можно сказать что провоцировал признание так называемого геноцида армян в бундестаге был по национальности черкеса он был не было армянином не был как бы до тюрком том понимание который мы знаем это был черкес и завтра то есть это как бы это понимание заложенного здесь замедленного действия завтра тот же самый черкес возьмет том же самом бундестаге скажет раз вы приняли геноцид армян признали возьмите истории посмотреть огромное количество черкесов живут в турции и они тоже хотят признание геноцида черкес в российской империи которые в результате переместились или перемещались на территории османской империи черкесы в россии намного меньше живут чем в турции понимаете и такая цепочка вот так а бы до признание геноцидов геноцидов это может спровоцировать мировую войну всех народов против друг друга каждый будут обвинять друг друга в геноциды и первым это сделали евреи холокостом после этого посмотрели армяне а раз ее время можно почему нам нельзя и начинает эта цепочка двигаться мы видим как в украине приняли закон о голодоморе раньше об этом никто не говорил вдруг вспомнили что от колодомор это геноцид украинского народа до были благодарны никто не отрицает никто не отрицает тоже татаро-монгольский игу против россии и русских никто же не отрицает против но эта цепочка идет идет эти даже соединенных штатах вы настолько я знаю рядом с капитолием дали место чтобы установить памятник жертвам геноцида украинского народа это что это не что она так поддержка вот этого вот цепочка признание геноцид для того чтобы всех против всех отравить там об этом мало говорят да но известно точно что даже в период советского союза армяне мусульмане и такие есть мы хорошо знаем также были депортированы как многие народы кавказа но почему-то армян мировое армянство не особо любит об этом говорить вот спрашивается почему вы мировое армянство не то чтобы не особо любит они это не больная . армяне мусульмане потому что сами по себе армяне это как бы никакого отношения к хайскому народа не имеет армяне это османский народ который все же время жили с османами в мирной и дружной обстановке и ничего никаких проблем не было тот самый хайский народ который принял всю историческое наследие вот этого народа армяне и они хотят чтобы они все свои истории забыли о том что они были мусульманами у них были очень очень хорошие отношения с османами и вся история армянство она сформирована на основе лженауки псевдоученых который полностью от отрицает от существования народа армяне и говорят вот это все и хайи и армяне это одно целое хотя хайи это одно армяне это другое и здравомышлящие ученые это хорошо понимают и мы понимаем почему армянские ученые это отрицает потому что признание факта армян мусульман признание их геноцида полностью разрушает их лженауку а этого они очень не хотят вот с точки зрения международного права есть конвенция о предотвращении геноцида и ее подписали и армении россия в том числе и там четко прописано кто имеет право признавать геноцид на это суду гаги и только он но спрашивается почему не армения не зарубежная армянская большая диаспора ни разу в этот суд не обратились это как бы понимание что они не смогут доказать армянский геноцид каких-то юридических терминах до или что в чем-то другом заключается изначально доказать факт так называемого геноцида в разных судах международного уровня не входило в плана транснационального армянства они этого это появилось гораздо позже это что сейчас от них требует вот обращайтесь суд и доказывайте свои права тонны это нарушает все их планы на будущее а план это требовать территорию из турции требовать компенсацию из турции а дальнейшем присоединить к себе другие территории окружающие армению но суд это все может прекратить одним махом единственная причина то что у них нету доказательств и речеб той бардаган в начале своего примерства предложил всем сторонам сесть за стол переговоров обсудить этот вопрос так чтобы не было взаимых обвинений все было в рамках юриспруденции международного права и исторических фактов и для этого речеб той бардаган сказал мы готовы открыть все свои архивы для вас в полном объеме и такой же шаг ждем с вашей страны открывайте ваши архивы давайте обмениваться информацией и посмотрим что случилось на самом деле до сих пор на этот призыв эрдогана нет внятного ответа по одной единственной причине что армянская сторона сама лучше всех сторон знает свою неправоту и признание этой неправоты нарушает все дальнейшие планы как по отношению нагорного карабаха как по отношению к агрыдах и которые они называют араратом также как по отношению всего армянства во всем мире которые они продвигают а это уничтожает это угнетает первую очередь тот самый армянский народ а вот как вот этот вопрос геноцида армян да он складывается к сказывается на турецко-армянских взаимоотношениях на и на что самое важное на безопасность в этом регионе есть на самом деле происходят удивительные вещи армянская сторона требует от турции признание геноцида выплаты компенсацией жертвам ну как это как опыт германии да по отношению к и жертвам холокоста значит открытие границ чтобы был товар оборот чтобы армения как бы воспользовалась как бы до богатством турции и сами со своей страны взамен ничего не хотят делать то есть все пусть делает турция а мы будем просто наслаждаться результатом нашей деятельности так не бывает то есть сегодняшняя нищая состояние армении это результат той самой теории геноцида армян то есть они это взяли как флаг в руки везде машут что вот армянство было угнетено османской империи а наследником является турция турция прикрыла границы с альменией говорят ребята давайте нормально договоримся азербайджан наше братское государство решаем карабахский вопрос и после этого открываем границу нет а у них другие планы они говорят нет сначала открываете границы без всяких условий не надо вмешиваться в нашу проблему с азербайджан это как бы это другая страна а я не хотят в этом включать сторону так называемого республики на руку нагорного карабах который не существует в мире такого и требует чтобы турция пошла навстречу во всех условиях был даже такой прецедент как футбольная дипломатия когда в результате воздействия разных кругов соединенных штатов на правящие круги турции была попытка подписания декларации о дружбе взаимоотношениям между армии тут и была попытка тогда очень сильно испортились взаимоотношения с азербайджаном азербайджан понимал что это не турция делает это делает армянское лобби в соединенных штатах который так или иначе договорились и кругами фитуллаха гюляна который имел огромное влияние на тогдашнего президента абдуллах гюль абдуллах гюль как скажем так покорный слуга соединенных штатов согласился и провел как бы до эту встречу в результате парламент не турции не армении это не ратифицировал конечно армении были бы рады если бы турецкий парламент этот ратифицировал но все понимают что в турецком парламент и может быть кто-то и лоббирует интересы соединенных штатов но не все депутаты поэтому этот закон не прошел и надеяться на то чтобы турция когда-то пойдет на требование армении вот мы недавно слышали пашиняна да давайте открывать границы без предварительных условий что за предложение даже с нами сам пашинян не понимает как открывать границы безусловно если вы требуете от турции и территорию и признание и компенсации говорить что про карабах забыли хотя карабахская проблема она стопроцентно связано с геноцидом армян так называемым геноцидом в османской империи то есть это результат одной цепочки в том числе и сумгаицкие события в том числе и ходжалинские события это как будто бы месть за убийство армян в османской империи они это будет продолжать бесконечно и все страны в том числе и россия пока поддерживает вот как бы да это так называемый геноцид они способствуют развитие транснационального армянского терроризма кстати армяне до сих пор живут в турции на и до большом что хотелось бы для себя понять каково их положение на сегодняшний день и что самое важное каковых отношения вот ко всей этой тематике ну любой российский турист который в турции посетил кроме анталии и другие большие города в том числе допустим стамбул да знает что в стамбуле действовали армянские церкви армянской культурные центры также патриарх недавно умер я сам эрдоганда осадил официально соболезную да даже несколько слов на армянском все это что показывает что и везде говорю это армяне в турции живут лучше чем самой армении турция создает все возможные условия для всех народов не разделяя их не на турков не на лазов не на курдов не на армян все перед законом одинаковы и турция это показывает пример всему миру что у нас проблем с армянами нету и самый наглядный пример отношения турции к армянам это было это из не то что было это сейчас есть действующие армянские общественные организации на территории турции действующие и огромное количество армян из армении переезжает турцию с армянским паспортом и турции этому тоже не препятствует огромное количество армян от 40 до 200 тысяч человек живут в турции нелегально из армении улица на это тоже закрывает глаза и прецеденты обратного характера есть в армении в армении живут тур в армении то чтобы турки там никто кроме армян не живет всем известно что моноэтническое государство и они создали такой государства чтобы никогда у них не возникало не междунациональный как бы конфликт не требования как бы и каких-то территорий хотя там и живут езиды курды язык которые тоже как бы дай хотят свое государство езидистан создавать на территории армении но мы знаем как их подавляют просто хочу сказать что не во время османской империи несколько столетий не сейчас так такого враждебного отношения к армянам нету все что было во время первой мировой войны это было результат подавления восстания внутри одного государства и перемещение не депортация от перемещения армян из одной территории на другую территорию для того чтобы их спасти от убийства тех же самых курдов турков и других людей которые были испытывали ненависть к ним потому что они их убивали то есть вот это план гончакистов а впоследствии дашь на кстю тюн полностью совершился совершился межнациональный конфликт внутри османской империи флада я благодарю что вы раскрыли нашу сегодняшнюю тему с другой стороны да мы ее оценили и надо какие-то факты которые вы озвучивали принять к сведению спасибо вам приезжайте к нам еще спасибо вам за приглашение буду всегда рад участвовать в ваших передачах по разным тематикам спасибо вопрос признание геноцида является одним из главных препятствий в нормализации отношений между арменией и турцией а вместе с ней и со значительной частью исламского мира с другой стороны в конфликт оказался в тяну целый ряд стран объявивших события 1915 года геноцидом и установивших уголовную ответственность за несогласие с подобной неоднозначной трахтовкой напомню что российская госдума также еще девяносто пятом году приняла заявление об осуждении геноцида армян а в 2015 году лидер партии справедливой россии сергей миронов вносил законопроект об уголовной ответственности за его отрицание не думаю что политизация и даже геополитизация трагических событий а тем более манипуляции истории чисто финансовых целях это выход из нынешнего тупика мне ключ к примирению видится в общем наследие народов за кавказе и восточной анатолии веками армяне были частью большого мусульманского мира эта история знает куда больше светлых чем черных страниц